Привет, зритель. Какая-то маленькая птичка прыгала тут, когда я сидела в бассейне второй раз. Сейчас она в кусте шарахалась, я ее даже пару раз видела. Ну, пошла за камерой. То ли она свалилась из куста. Ну, это странный звук, это как раз это маленькая птичка. Мое как оси сам, в смысле пугало. Там где-то вякало кошку. А, вот она. Алиска-скалолаз. Правда, это не шортс на данный момент. Там у нас столик стоит. Да, кстати, я обещала показать, пока помню. Раз увидела. Вот это ловушка для ос. Я то ли в банке говорила про это, то ли еще что-то. Берете пластиковую бутылку. Часть вот эту, где вот это вот разрезаете, внутрь ее суети. Присобачиваете веревочкой туда, какую-нибудь жидкость заливаете перед этим. И осы, и шершни туда залазят. А вылезти не могут. А вот пчелы туда не залазят, потому что пчелы с мозгами больше дружат, чем носы. Я сегодня в огороде попала со шершень, когда я душ принимала, вот чуть подлиннее моего мизинца. И по толщине, вот как вот самая жирная, ну, широкая часть мизинца. А мы уже тут. Изначально стеклянные бутылки пользовали бабушкин старший брат, когда сюда привез пчел. Я об этом, по-моему, в первом мунбанге, за этот приезд в деревню, говорил, потому что я два мунбанга записывала. Хавчика на камеру. Берете стеклянную бутылку, если нет пластиковой. Наливаете внутрь какую-нибудь сладкую хренотень. Тут у нас протухший квас. Квас, какое-нибудь варенье разведенное, еще чего-нибудь. Если не жалко, может, и каплю медовой воды в эту бутылку через, ну, через воронку или еще как-нибудь. И ставите эту бутылку где-нибудь. А са туда унюхов залетает. А вылететь уже никак. У нас была сегодня грозень. Даже громыхало, громыхало, как бы маленький такой, легонький, буквально на пару минут дожечек прокапал, но больше ничего не было. Я вот думаю, завтра, потому что, ну, как бы с обеда будет 12 и уже плюс 28 по Прилукам и Масеевскому. А где-то, если в 8 встану, даже будильник заведу специально себе. Надеюсь, я более-менее усну сегодня пораньше. Вчера-то вообще около двух уснул, потому что пекло вообще такое было, духотище в доме, на улице жарище. Короче, встану по будильнику, здесь все нормально будет. Сезжу до Прилук, залью там некоторые ролики. И это самое, куплю себе молочка. О, подрала. Я пришла к выводу, что надо ей купить профилактических капель глистогонных. Той же фирмы, что выпускает, ну, на травах. Те капли, которые я ей капаю каждый день. Благодаря которым она не понимает, что коты, для чего нужны коты, кошкам. И ведет себя так это, как типа котенок. Иногда она по вечерам, когда вот, порой ночей я так замечала, причмокивает. Она же в городе-то, пледик у нее есть, который она думает, что пледик, во, мама пошла по ходу дела за ящерицами. А здесь она в этом году пледик розовый не воспринимает, как пледик маму. И она вот как-то я ее брала, она так чмок-чмок-чмок мне на руку. Будто маленький котеночек. Вот когда ей было, там, месяц и неделя, она так же себя вела. Что, наверное, туда смотреть бесполезно, когда она оттуда вылетит? Сейчас будет ловить, наверное, ту ящерку. Может быть, ту, которую тогда упустила. Обменяв ее на визуальный вид соседки. Деревня. На данный момент живут из десяти, ну, в общем, десять домов. Два никаких. Остается, значит, восемь. В один дом иногда приезжают. В другой дом больше не приедут. Есть, как бы, неживой, ну, полуживой такой дом. Но он, как бы, с хозяином, но хозяин тоже хрен знает где. В другой дом тоже больше не приедут, скорее всего. Ну, хотя, вот, его, типа, как бы, продают. Хотите дом? Купите дом. Хозяева Волича. Короче, сейчас у нас тут четыре дома вместе со мной. Дед, вон те соседи, на которых камера, я. И соседка, с которой мы тут пару раз все и питья устраивали. Сегодня у нас день пропуска. Между нами еще дом. И туда вроде как грозятся с 12-го числа приехать хозяева на побывку. А то за деревьями-то не видно. В общем, он за деревьями. Ты верь мне на слово, зритель. Этот дом иногда тоже, наверное, в кадре когда-нибудь бывает. Вот. Я, скорее всего, может быть, или в воскресенье. Ну, я вообще сказала полтора землекопа, что 10-го вернусь. Но узнала, что 10-е это воскресенье. И я думаю, что я, наверное, вернусь с 12-го. И нам вроде как как раз после 12-го, 13-го числа мне где-то должны позвонить насчет окна. Ну, что сделали. И когда его поставить. Я сейчас выйду. Там тут. Она, наверное, в кадр-то не влезет. Упрыгала уже. Квакендра. Вот этот вот дом. С крестной крышей. По образу и подобию нашего практически. Только у них вход на двор с этой стороны. Вот с этой стороны. Вот с нашей стороны. А вход в крыльцо. И крыльцо они переделали. Изначально крыльцо было как наше. Только у нас припутнятая, как бы, лесенка. А там прямо с земли заходишь. Короче. И вот туда и приедут. Саус Эдди. Будка телефонная. По-моему, в прошлом году осенью отвалилась. Но я заметила, соответственно, только в этом году весной. Вон там колодец. Я сегодня с него ведро воды принес. Если бы не товарищ, который мне в восемнадцатом году, что ли, посоветовал гирю купить. Я купила восьмикилограммовую. И утяжелители на руки по килограмму. Или по два. По килограмму. На ноги у меня по два килограмма. То в сумме эти утяжелители вместе с гирей 10 килограмм. Если бы не этот товарищ не посоветовал мне гирю. Я бы так и корячилась с этими ведрами неполными. А тут полное ведро наливаю. И нормально несу. Уже какое лето. Так что хочется сказать, не качи. Ты замечательный. Хотя иногда это такое странное создание. С, так сказать, характером. Я что с камерой-то вышла? Птичку показать. Она уфиндюрила. Днем тут очень интересно пели птички. Но я монтировала. Мне лень было вставать за камерой. И это. Я подумала, потом я эти птичек запишу. Они периодически поют. Поэтому, может быть, завтра будут петь птички. И я их запишу. Вот на этом месте часто сидит кошка. После того, как ее туда вредно, другая соседская кошка наглая загонит. Она сначала наверх поднимается, а потом сюда спускается, здесь сидит и в итоге спрыгивает. Мое пол в лице. Ну, как бы, типа. Финита ля комедия. Пока, зритель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok